Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Сегодня на библейском портале экзегет.ру рассматриваем первое послание апостола Павла к Веселоникийцам. Каждый раз, когда мы изучаем послание апостола Павла, мы черпаем для себя глубокие богословские истины, которые полезны для нашей духовной жизни. Но изучая послание апостола Павла, можно не только подчеркнуть новое с точки зрения богословской науки, но и немного больше узнать о личности апостола Павла и о той общине, к которой он обращается. Апостол Павел пишет свое послание в 50-м году. По большому счету, первое послание к Веселоникийцам является самым ранним текстом во всем Новом Завете. И если вы уже хорошо знакомы с текстами Нового Завета и привыкли изучать эти тексты, начиная с Евангелия от Матфея и заканчивая книгой Откровений Иоанна Богослова, то самое время попробовать изучить эти тексты в хронологическом порядке их появления. Начиная с первого послания апостола Павла к Веселоникийцам, заканчивая более поздним посланием апостола Павла к римлянам, и затем, уже перейдя к евангелиевским повествованиям, изучить учения Иисуса Христа по Евангелиям и перейти к книге Откровений Иоанна Богослова. Апостол Павел пишет в Веселоникийскую церковь, церковь, которую он основал во время своего второго миссионерского путешествия. Исходя из послания, мы очень многое можем узнать о самом апостоле Павле, о тех конфликтах, в которых он так или иначе принимал участие, или вынужден был принимать участие, из-за того, что многие иудеохристиане не принимали его как бы свободного Евангелия. С другой стороны, мы можем узнать и о составе самой общины, и о тех проблемах, с которыми сталкивалась община. Поэтому этот текст наполнит содержанием с точки зрения и самого контекста. Итак, Павел, Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникийской, в Боге и Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Это прескрипт, известная часть античного греческого письма. Павел указывает автора письма и указывает непосредственного адресата своего письма. И прескрипт оканчивается поэтическим приветствием, благодать вам и мир. Каждое слово в этом предложении заслуживает особого внимания. Во-первых, потому что Павел, несмотря на то, что пишет сам этот текст или пишет его секретарь, указывает, что автором этого текста является не только он сам. Не только Павел пишет письмо, но также и Силуан и Тимофей, его надежные спутники и ученики. Таким образом, мы узнаем о том, что Павел не является бродячим единственным своего рода философом, который проповедует свободное, как многим казалось, Евангелие и непонятное учение. Павел принадлежит церкви. Он не один пишет послание, и его учение находится в согласии с многими или другими учениками, последователями Христа или учеников апостолов. Поэтому в самом начале он указывает, что его авторами этого текста являются Павел, Силуан и Тимофей. Тем более, что из середины послания мы узнаем, что Тимофей и донесет это послание до самой общины. Павел обращается к церкви Фессалоникийской. К церкви, которую он сам, как я уже сказал, основал во время Второго миссионерского путешествия и которую был вынужден вскоре после небольшого пребывания покинуть и отправиться в Афины. Павел не мог долго задерживаться в Фессалоникийской церкви, потому что его преследовали иудео-христиане. И, с одной стороны, это плохо, потому что Павел не мог задержаться на долгое время среди своих чад и верных учеников. С другой стороны, как мы узнаем из повествования книги Деяний Апостольских, любые гонения на апостолов лишь способствовали распространению христианской миссии. Однако, как только Павел покидает Фессалоникийскую церковь, приплывает в Афины, в Афинах он отправляет Тимофея обратно в Фессалоникийскую церковь для того, чтобы он узнал, а как же там поживает христианская община. Тем временем Павел отправляется в Каринф и уже в Каринфе встречается с Тимофеем и узнает некоторые вести о том, что дела уж не так хороши в Фессалоникийской общине. Ну, действительно, сами посудите, если бы было бы все хорошо, если бы у Павля не было бы какого-нибудь другого ложного мнения, никто бы его ни в чем не обвинял и не преследовал, то, наверное, община бы и не смущалась некоторыми лжеучениями или не была бы исполнена сомнений относительно личности апостола Павла. Поэтому, действительно, письмо реагирует на конкретные проблемы, и эти проблемы мы постараемся вычленить. Итак, Павел Силуан и Тимофей обращаются к Фессалоникийской церкви. В Боге и Отце, Господе и Иисусе Христе. Благодать вам и мир. По-гречески Харис и Монке и Рине. Павел обращается к членам христианской общины. Несмотря на то, что пишет этот текст на греческом языке, за приветствием Харис и Минке и Рине скрывается приветствие на двух языках. На греческом и на еврейском. А херите – это приветствие греческое, когда грек в письме приветствовал своего адресата. Именно так. Радуйся. За приветствием Ирини скрывается еврейское шалом алейх. И из этого мы делаем вывод, что апостол Павел обращается не только к греческому населению, к коренному греческому населению, но и также к иудеям, которые уже ассимилировались в греческой культуре. И вот здесь, как я уже говорил, что мы можем много узнать и о самой общине, мы можем вычленить в этой общине как греков, природных греков или язычников, которые обратились в христианство и язычество. Но и с другой стороны, в общине Первой христианской и Фессалоникийской церкви мы также можем наблюдать и представителей еврейской культуры, иудеев, которые уже долгое время ассимилировались с местной культурой, говорили на греческом языке, называли своих детей греческими именами и уже давно читали Библию на греческом языке. Следующий блок, который следует за прескриптом, называется Проэми. Обычно в этой части автор письма благодарил богов о том, что его адресат находится в здравии и желал ему всяческих благ и успеха. В Проэми, который пишет апостол Павел, чаще всего благодарение воздается богу за то, что община продолжает хранить основы христианской веры, продолжает основаться быть верным Христу. Всегда Проэми начинается с типичного слова «евхаристумен» – «евхаристумен тухео» – «благодарим Бога Отца всегда о вас, вспоминая о вас в ваших молитвах». Действительно, когда апостол Павел вскоре покинул Фессалоникийскую общину, у многих людей возникли сомнения, а кто же такой апостол Павел, а претендует ли он или может он претендовать на право быть апостолом, а насколько его учение верно и согласуется с апостольским собором, и вообще согласуется ли оно с учением самого Христа. Ведь в этом были глубокие сомнения у многих первых христиан, и особенно и у девых христиан. Поэтому апостол Павел воздает благодарение Богу за то, что люди продолжают быть последователями Христа и подчеркивает, что он помнит каждого. Павел не бродячий философ, он не просто так путешествует ради того, чтобы основать общины или, как позже мы узнаем, собрать деньги в пользу Иерусалимской общины. Не это его интересует. Его интересует миссия, проповедь о Христе. Ведь миссионерская стратегия апостола Павла, как мы узнаем из книги «Деяния апостольских», заключалась в том, чтобы основывать церкви в столичных провинциальных городах, таких как Солоники, Коринф или Ефес. И затем христиане этих городов должны были проповедовать Христа уже в своем регионе или в своей провинции. Итак, Павел говорит о том, что он не забыл. Каждого вспоминает в своих молитвах. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанное памятуя ваше дело веры, труд любви, терпения, упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом Отцом нашим». Очень интересное выражение с однородными членами предложения «Дело веры, труд любви и терпения, упования нашего». Каждое выражение также заслуживает особое внимание. Но самое интересное, что в этом предложении смысловое ударение падает на середину этого предложения, на словосочетание «ту копутис агапис» – «труд любви». Любовь является в центре христианских добродетелей. «Труд любви» – очень сложно воспринять или истолковать это словосочетание. Но с точки зрения самого контекста или основываясь на контекст послания апостола Павла и вообще на самое раннее послание апостола Павла, Агапи – любовь проявляется прежде всего в братолюбии. Но это не отвлеченное понятие для апостола Павла, а труд любви означает, что общины реально или материально помогают другим общинам, если те нуждаются в помощи. Мы знаем по посланию апостола Павла к римлянам, что одна из миссий апостола Павла заключалась в том, чтобы собрать средства на помощь иерусалимской общине. Как бы в знак благодарности того, что христианская вера просияла из города Иерусалима и одарила огромное количество верующих людей по всему миру, по всему лицу Римской империи. Язычники, обратившиеся к христианству, должны были воздать это благодарностью посредством скромного или нескромного подаяния в иерусалимскую общину. И вот «ту копу тисагапис» означает непосредственно труд любви в значении того, что христиане проявляют свое братолюбие в реальном деле. То есть, как минимум, могут пожертвовать в пользу той или иной бедной христианской общине. Также апостол Павел говорит о деле веры. «Ту эрго тис пистоус». Что такое дело веры? Вера, согласно священному писанию, это дар Божий. И единственное, что может человек отдать Богу, если получает этот дар веры, это проповедовать Бога по лицу всей земли, в своем окружении. Так вот, труд веры есть не что иное, как миссия, которая возложена на фессалоникийских христиан для проповеди Христа в Македонии, в Северной Греции. «Ту эрго тис пистоус» — это дело миссии. Человек, который обрел веру, не может держать ее в своих тисках. Он должен поделиться смыслом своей жизни с другими людьми. «От избытка сердца говорят и уста» — известное выражение, которое очень хорошо проливает свет на выражение «ту эрго тис пистоус» — на дело веры. И, конечно же, стойкость надежды — «тис и помонис», «тис и лфидос». Апостол Павел, и вообще это отличает ранние послания апостола Павла, проповедовал скорое пришествие Христа. Вообще, раннее христианство распространялось так молниеносно, еще и потому, что люди были убеждены, апостолы были убеждены в том, что Христос очень скоро придет восстановить свое царство здесь, на земле. Именно поэтому апостолы и не уделяли особого внимания тому, чтобы писать свои тексты евангельские или послания. Не так много было авторов Нового Завета. Мы помним даже, что когда апостол Марк, следуя за Петром, не по порядку записал его проповеди, апостол Петр не уделил этому должного внимания. И, конечно же, не все ученики Иисуса Христа оставили за собой тексты, кроме Матфея и Иоанна, богослова. Так вот, ранняя христианская письменность отличается тем, что в ней присутствует вот это безудержное желание встретить Христа или ожидание второго пришествия. И первое послание кисалоникийцам тому яркое подтверждение. Так вот, когда апостол Павел покинул кисалоникийскую общину, Тимофей сообщает ему новости о том, что люди сомневаются в том, насколько быстро придет Христос. И поэтому за этими выражениями мы, с одной стороны, видим благодарность апостола Павла в том, что люди продолжают быть верными Христу, что они продолжают помогать бедным и верят во второе пришествие, скорое второе пришествие Иисуса Христа. Все-таки, если апостол Павел пишет об этом, это означает, что за этим скрывались и конкретные проблемы, которые беспокоили людей. Ну, в частности, наверняка не все хотели заниматься миссией, не все хотели жертвовать в пользу бедных общин. Ну и, конечно же, когда рядом происходила смерть близких людей, люди теряли надежду на то, что они тоже смогут вскоре увидеть Христа. И этой теме будет посвящена целая отдельная глава, теме пришествия Иисуса Христа. Итак, апостол Павел как бы выдает им небольшой кредит доверия и говорит о том, что он благодарит Бога всегда, вспоминая каждого, и особенно вспоминая тот труд любви, то дело веры, миссию и стойкость надежды на второе пришествие, которыми обладали христиане Фессалоникийской церкви. Продолжая эту тему благодарности, Павел говорит об избрании христиан. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, потому что наше благоествование у вас не было в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы мы были для вас между вами, зная избрание ваше». «Избрание ваше». Для апостола Павла совершенно очевидно, что христианами не становятся просто так, по собственному желанию. Бог избирает христиан для определенной миссии, для определенных целей. И это Павел очень хорошо и четко понимал, и достаточно четко транслировал своим чадам, своим ученикам. Павел знает, что первохристианская община в Салониках была специально избрана Богом. Она как бы отделена от прочих людей. Для Павла эта мысль базируется на глубоком понимании Священного Писания, истории избрания народа Божьего. И опять же, это избрание означало не только то, что оно гарантировало некоторую обособленность и особенность еврейского народа, но прежде всего возлагало особую ответственность на этот народ перед лицом всего мира, чтобы светить миру о едином Боге. Именно поэтому и фессалоникийская община, она тоже избрана. Она избрана Богом. Она находится в фокусе внимания самого Бога. И Бог возлагает особую ответственность на первых христиан. Какую? Об этом мы уже сказали ранее. О том, что они должны проповедовать Христа в своей провинции. Потому что наше благоествование у вас не было в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Для апостола Павла было очень важно подчеркнуть, что сам акт благоествования не происходил только в слове. Ведь в это время, как и во всякие времена, по городам путешествовали различные философы, составители сказок или проповедники, которые захватывали умы огромного количества людей своим учением. И через какое-то время это учение рассеивалось и пропадало. Потому что происходило и звучало оно только исключительно в слове. Оно могло быть красивым, красноречивым, захватывающим внимание людей. Но на этом все останавливалось. Проповедь апостола Павла, как говорит нам Евангелист Лука в книге Деяния Апостольских, так же, как и проповедь апостола Петра и других апостолов, сопровождалась чудесами и знаменями. Поэтому, когда христиане обратились в христианство, они это почувствовали не только на уровне своего сознания, но на уровне своего сердца. Мы помним из послания Галатам, когда Павел говорит о том, что я проповедовал Христа как бы у вас распятого. То есть, настолько сильно прозвучала проповедь апостола Павла, что перед взором галатийских христиан возник образ распятого Христа. Поэтому благовествование происходило в силе Святого Духа. Со многими удостоверениями, с чудесами и знаменями. И вы сделались подражателем нам Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Вы сделались нам подражателями, говорит апостол Павел. Вы были сделаны подражателями. Ученики старались подражать своему учителю. И апостол Павел делал на этом особый акцент в том, чтобы миссия христиан продолжалась, несмотря ни на что. Они должны были проповедовать Христа в своем регионе, несмотря ни на какие, как говорит апостол Павел, скорби или притеснения. Синодальный перевод, мы изучаем этот текст, читая синодальный перевод, но прежде всего, конечно же, обращаемся и к оригинальному тексту, греческому тексту Нового Завета. Говорит нам или свидетельствует немножко о другом оттенке слова скорби. В русском языке или в синодальном переводе речь идет о том, что христиане продолжают проповедовать слово Бога, слово Божие, приняв это слово при многих скорбях с радостью. По-гречески «эн флипси поли». В переводе с греческого «флипси» в большей степени означает угнетение или притеснение, потому что это выражение использовалось при особой казни, когда человека клали на камни и сверху на него возлагали все новые и новые каменные плиты, которые фактически его притесняли и сдавливали до смерти. Поэтому, конечно же, речь не идет о каких-то сентиментальных скорбях, при обстоятельствах которых воспринимается слово Божие. Речь идет о том, что как апостол Павел, проповедуя Христа, встречает сопротивление на физическом уровне в том числе, так и они, подражая апостолу Павлу и в слове, и в теле, будут встречать эти притеснения, и это совершенно нормально. В этом нет ничего страшного. Поэтому вы, принимая так слово Божие, стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахая. Павел очень любит ободрять членов своей общины и местами даже преувеличивать значение их. Он говорит о том, что вы уже стали образцом для всех не только в Македонии и в Северной Греции, но и даже в Ахая, уже в южной части Греции. Столицей Ахая был город Каринф как раз. В Каринфе апостол Павел пишет этот текст, и, видимо, уже там рассказал о фессалоникийских христианах. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии Ахая, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Восьмой стих оказался достаточно сложным для переводчика, потому что в оригинальном тексте, конечно же, нет речи о том, что пронеслась некоторая слава о вере вашей. Как может пронестись слава о вере вашей? В греческом языке как раз речь идет о том, что пронеслась вера ваша. И переводчика немного это смутило. Переводить всегда очень сложно, особенно с древнего языка. то переводчик добавил слово в синодальном переводе, которого нет в греческом языке. «Слава о вере вашей». Как я уже сказал, Павел немного преувеличивает значение жизни и миссии христиан в салониках. И делает он это специально, потому что понимает, что христианскую общину сотрясают сомнения и волнения. И поэтому он хочет возбудить или разбудить в них те же самые чувства, которые возникали тогда, когда апостол Павел проповедовал впервые фессалоникийское общение. Именно поэтому он говорит, что вы образец для всех верующих. И ваша вера пронеслась практически по лицу всей земли. И, конечно же, не слава о вере вашей. Вряд ли можно было бы говорить, что апостол Павел мог так судить о столь высоких идеалах жизни и веры. И, безусловно, речь идет о том, что Павел стал источником информации, что на всяком месте он рассказывал о том, как христиане в салониках приняли христианство, проповедовали это христианство. И таким образом стали образцом для многих верующих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам». Переводчик дословно перевел греческое слово «исадон» как «вход», что, конечно, можно было бы перевести, какое посещение мы имели, как посещали мы вас, когда вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Здесь апостол Павел акцентирует внимание читателя на том, что жизнь избранных христиан изменилась кардинальным образом. Судя по всему, многие или большинство членов общины были язычниками и обратились из язычества к христианству. И они обратились к настоящей жизни, потому что идолы – это неживые и неистинные сущности. Обратились от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Зачем? Чтобы ожидать с небес Сына Его, которого Он скресил из мертвых. Как я уже говорил, ранние тексты апостола Павла или ранние тексты Нового Завета очень остро ощущают Второе пришествие Иисуса Христа, ожидают Второе пришествие, живут в ожидании Второго пришествия, потому что вот придет Христос для того, чтобы восстановить божественную справедливость и учредить раз и навсегда здесь свою власть. Поэтому они не должны потерять стойкость своей надежды в то, что скоро придет Христос, которого Бог воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева, или суда. На этом закончилась первая глава, первое послание апостола Павла к Иисусу Лоникицам. Павла к Иисусу Лоникицам.